Привет! Ну, мы... Если на то пошло, я с приветом. Ну, конечно, конечно. Вот. Это хороший вопрос. Просто, что означает с приветом? Лена. Привет. Я человек с приветом? С двумя. С двумя приветами. Ну да, я считаю себя с приветом. Да. Меня все считают с приветом. Да, я считаю себя с приветом. Для меня это важно быть с приветом, да? С приветом. Типа, как смотреть чуть-чуть, да? Да. С большим приветом. С приветом. С приветом? Конечно. Так как у каждого свои причины сюда приходить, и если их называть приветом, то это и есть привет. В смысле, не каждый человек пойдет в такую интересную работу. Если ты придумываешь какой-то проект, то совершенно необходимо быть с приветом, чтобы что-то такое предложить, чего никто не видит, да еще никто не догадался. И помогает находить то, что другие не видят. Ну, насколько я с приветом, могут ценить, конечно, мои коллеги и наши ребята-подопечные, с которыми мы работаем. Но, безусловно, да, далеко не каждый человек, работая в НКО и идет туда с очень-очень-очень серьезным видом и лицом. Что это вы, ребята, тут сидите с такими серьезными лицами? С такими лицами все гадости в мире-то и делаются. А он у вас нормальный? Нормальные батюшки, они как-то по-другому себя ведут. Вот, потому что слишком много авантюризма, наверное, было. Ну, все получилось, конечно, но это было так. Ну, без безумия какого-то жизни становится бессмысленно. Ну, то есть, поэтому, конечно, отказаться от этого трудно, но, с другой стороны, надо и меру знать. Ну, конечно, нужно быть немножко с приветом. Да, и, может, и даже немножко. Ну, это уж кому как повезет. Для того, чтобы что-то сделать хорошо, нужно влюбиться. Даже если тебе это не нравится, но нужно влюбиться в это, я не знаю, в это дело, в этот проект, в этих людей, с которыми ты, даже если они тебе кажутся какими-то не очень приветливыми. Ну, а чтобы влюбиться, конечно, нужно быть с приветом, потому что все влюбленные с приветом. Ну, и в НКО вообще, по-моему, все влюбленные еще с приветом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова